всем привет с вами кекс и сегодня мы будем собирать с вами вот такой очаровательный тортик бочка с икрой как делать икру я вам уже показывала в предыдущем видео если кто не смотрел перейдите на мой канал в раздел видео и там вы найдете как сделать икру и там же я показывала и тортик собственно здесь у меня был сникерс я выровняла такой бочечкой а вот здесь у меня красный бархат и я его выровняла просто таким квадратненьким тортиком прямоугольным это у меня будет как бы столик чтобы не делать именно огромную бочку такую которую неудобно резать не удобно как бы складывать высокую большую круглую бочку я решила делать именно стол а на ней будет стоять бочка мне кажется так намного удобней так как тортик я делаю рубаря для себя к папе на день рождения поэтому я решила что нам будет удобнее именно так вот сейчас вы видите я покрыла обычной своей мастикой из маршмелла как я уже тоже показывала в предыдущих видео как я ее делаю кто не видел опять же посмотрите просто покрыла сверху тортик и обрезаю лишнее это у меня будет скатерть поэтому я ее не приглаживаю к полу к низу тортика не приглаживаю наоборот даже оставляю чтобы у меня вот такие как бы валанчики оставались единственное что мастику я раскатывала как бы не четко прямоугольна плюс она потянется пока я ее на сам тортик одеваю то есть поэтому я обрезаю уже своими кухонными ножницами на месте когда я обрезала уголки так как мне нравилось я слегка подтягиваю мастику растягивая бока чтобы у меня эти валанчики такие побольше получили чтобы она не совсем у меня пристала к тортику а просто эти валанчики такие были побольше кое-где смотрю что у меня еще очень большие эти уголки нужно обрезать то есть очень длинные висят так-то вроде даже очень ничего получается похоже на скатерть сейчас еще обрежу выровняю до конца уголочки так уголки обрезаны в принципе здесь только чуть-чуть останется подровнять ну а так вот как бы на этом моя скатерть будет закончена с ней возиться много не нужно сверху у меня будут еще там нарисовано чуть-чуть вот и и будет стоять бочка то есть как бы верхушку я абсолютно практически не трогаю буквально чуть-чуть я увидели прогладила ну где-то вот так вот у меня это получилось то есть ничего сложного просто скатерть торт покрытый скатертью буду пользоваться вот у меня набор кисточек которыми я пользуюсь у себя на кухне и буду рисовать вот такой цветочек сейчас покажу как здесь у меня вот белый это разведенный диоксид титана с водичкой просто желтый это в этот же диоксид титана добавлены немножко желтого и красный это обычный гелевый красный у меня разведенный зачем буду пользоваться диоксидом титана чтобы придать такую пастообразную структуру моей краске и чтобы был нужный цвет вот я набрала желтого красителя поставила на кончик красного и провожу вот такие вот линеечки это что-то похожее на петриковскую роспись там ну не знаю в общем фантазийная роспись моя так сказать в общем смотрите здесь сложного ничего нету очень красиво смотрятся такие белого-голубо-синие вот цветочки обалденно просто смотрятся просто я не успела сфотографировать у меня был тортик такой расписной очень красиво смотрится с фиолетовыми цветами фиолетовый с белым просто волшебно смотрится переход вот этот здесь именно красота вся в переходе цветов вот если у вас действительно вот у меня допустим есть сухие красители есть гелевые но допустим он сильно яркий часто я именно пользуюсь вот диоксидом титана для того чтобы умерить яркость цвета или придать ему нужную структуру то есть погуще чтобы он у меня получался сейчас еще хочу просто пальчиком видите у меня уже один пальчик такой красненький буду делать типа калинку буду ставить ну просто пальчиком точечки такие как мне нравится как мне кажется где они должны стоять просто делаю пальчиком вот такую вот калинку это сугубо ваше кто-то может рябину делать кто-то может там еще что-то делать я просто захотела так чтобы была с двух сторон вот такая типа калинка и с двух сторон цветочки можно было со всех четырех сторон цветочки рисовать без разницы абсолютно сейчас еще хочу на калинке сделать как бы такой оттеночек немножко поэтому забираю немного белого красителя себе и делаю такой нежно-розовый цвет это у меня как бы будет на моей калинке как бы оттеночек такой вот я вы видите ставлю она как бликами такими будет получаться вот это придаст немножко объема когда она у меня подсохнет будет такая немножко более объемная моя калина очень красивые тортики получаются если научиться разрисовывать их то есть это на самом деле не трудоемко то есть тортик получается шикарнячий а занимает времени это не так много и выглядит очень эффектно на самом деле главное просто чуть-чуть научиться рисовать так как я далеко не художник ну что ж поделать я вот добавила в белый вы видите немножко зеленого взяла уже кисточку двоечку и хочу нарисовать хвостики к своей калинке и просто произвольно рисую такие вот красивые тоненькие линеечки здесь на самом деле оно должно быть такое легкое воздушное парящее поэтому можно не то чтобы там прям заморачиваться со всякими переходами и прочее просто сделала такие листочки они мне к сожалению потом закроются вторым ярусом немножко но ну ничего главное я знаю что они у меня там были вот и здесь точно так же рисую хвостик и рисую парочку листочков таких чтобы у меня калинка была на калинку чуть-чуть похоже еще мне кажется что нужно пару зелененьких бликов поставить на мои вот эти вот цветочки луковички не знаю как их правильно назвать просто так поставлю чуть-чуть чтобы больше цвета было чтобы более ярко более насыщенно получалось взяла еще черный гелевый краситель и хочу для тоже объема с одной стороны сделать вот такие как бы теневые полосочки они придают такую насыщенность именно ну я даже не знаю как это правильно у художников называется но они прям придают такую объем живую что ли часть что кажется издалека что это прям такой именно насыщенный объем и вот тут вот полосочки тоже абсолютно даже сбоку пускай не будут вот так вот парящие вообще вокруг листочка но оно очень красиво смотрится очень очень красиво и точно так же здесь хочу оттенить и свои луковички чтобы они у меня более такие смотрелись более четко вот чтобы такая у них была четкая структура вы видите я провожу черный и сразу вот получается совершенно другой вид у моего цветочка что он не смешивается такое что он более я не знаю я не знаю как это в общем правильно у художника называется я сама далеко не художник и рисовать собственно супер красиво не умею вот так то что умею то и делаю называется и везде вот так вот обвожу так теперь здесь у меня шоколадно-маршмеловая мастика ее рецепт я тоже уже вам показывала кто не смотрел посмотрите в моих видео и у меня вот белые остатки от моей скатерти от второго тортика в шоколадную мастику я схатала в жгутик и добавила буквально там три полосочки белой мастики и теперь раскатываю это все добро в длину чтобы у нас получились такие тоненькие белые прослойки сколько ну буквально там раза два я скручу вот так вот чтобы эти полосочки не были идеально ровными это я здесь буду делать на свою бочку уже досточки вот почему решила использовать именно шоколадную мастику для того чтобы меньше красить и не было красителей вот плюс так вкуснее ну в общем решила использовать шоколадную и вам советую если вам нужен коричневый цвет используйте шоколадную сейчас мне нужно измерить высоту моей бочки у меня где-то 12 с половиной сантиметров я буду резать свои полосочки по 13 сантиметров чтобы сверху они чуть-чуть выступали внизу я лучше чуть-чуть обрежу потому что кое-где мне надо будет где-то растянуть где-то добавить так как резать я буду абсолютно на глаз раскатала я свой пласт эту мастику можно не катать очень толсто она чуть-чуть плотнее чем обычная маршмеловая поэтому за это не бойтесь я ее раскатаю там буквально 2 миллиметра в толщину то есть она у меня очень тоненькая получается но она довольно плотная и хорошо с ней работает тянется хорошо теперь абсолютно произвольно как мне кажется я делаю досточки такие как у меня должны быть на мою бочку то есть я внизу чуть-чуть срезаю и сверху чуть-чуть срезаю такими плавными как полу полуизгиб такой делаю вы видите досточки абсолютно разные потому что на бочке не могут быть все одинаковые прям досточки чем более они будут разные тем будет красивее ну и плюс то что на нем уже видны белые полосочки можно еще выдавить какую-то текстуру но у меня чисто просто не было времени поэтому я текстуру никакую не выдавливала уже и просто прикладываю у меня как раз конденсат на тортике выступил потому что на улице жарко в холодильнике холодно если нет чуть-чуть увлажните ваш тортик и будете клеить свои досточки одной рукой мне немножко неудобно потому что вторую камеру держу вот но суть вы понимаете я стык в стык делаю свои досточки чем больше видно стык тем красивее получится потому что видно будет прям что это прям доски соединенные вместе где-то вы видите у меня получается сверху чуть шире снизу чуть уже в следующий раз я возьму такую досточку которая будет снизу чуть шире сверху чуть уже и как бы обрезаю так как я считаю нужным и в общем свожу на ноль свои досточки чтобы они у меня стык в стык сходились вот сверху вы видите у меня получился такой бортик где-то в пол сантиметра и я его просто загибаю вот так вот красиво чтобы у меня как бы широкие такие досточки получились как бы ну просто загибаю этого можно абсолютно не делать особенно если вы планируете много икры туда насыпать то лучше этого не делайте чтобы ваша икра потом не вывалилась оттуда вот в общем теперь по сути доски на бочке не могут же держаться просто бочки нам нужно сделать такие ободочки у меня они будут золотистые можно делать серебряные но для золотистого я взяла покрасила маршмеловую мастику в желтый цвет сейчас раскатываю тоненький жгутик который тоже соответственно раскатываю в полосочку такую вот и потом я ее буду приклеивать к своему тортику вокруг таких жгутика должно быть два штуки абсолютно произвольной толщины как вы считаете относительно вашего тортика будет красиво у кого-то толще могут быть на бочках такие прям широкие у кого-то совсем тоненькие вот и сверху я буду покрывать кандурином и поэтому у меня будет такой насыщенный золотистый цвет сейчас это просто такой желтенький буквально капельку кисточкой увлажняю совсем чуть-чуть чтобы просто пристала у меня к моим досточкам эта полосочка дальше она будет хорошо держаться плюс еще тортик конденсатом покрывается поэтому она пристанет очень хорошо мне здесь к сожалению нужно две руки вместе поэтому не могу вам показать вид сбоку просто берете на уровне и сверху и снизу как вам кажется будет красиво и приклеивается наша полосочка очень даже замечательно на уровне стыка я просто отрываю и прячу под предыдущий кончик все там у меня будет с той стороны зад и там же я начинаю и следующую полосочку клеить вот так вот у меня получается приблизительно это просто в желтом цвете оно вот можно уже его и так оставить если у вас нету золотистого красителя или кандурина который можно развести водкой и вот так вот покрасить и получается более насыщенный желтый цвет который переливается на солнышке вот так собственно у меня получилась сама бочечка потом я сделала надпись на трафарете как я уже тоже показывала в предыдущих видео и приклеила такую вот красивую надпись ее можно положить где вам нравится хоть бы на столе я ее положила хоть где вам кажется что она должна быть теперь я уже показывала как собирать многоярусный торт но еще раз повторюсь потому что все равно поступают вопросы на каждом тортике где что и как поэтому у меня здесь обычные коктейльные черные трубочки одной трубочкой я замеряю высоту своего тортика обрезаю ее на уровне прямо где у меня мастика находится вот прям намечаю там ножничками и обрезаю и таким же образом я намечаю точнее обрезаю все свои трубочки у меня здесь будет их пять штук у меня это моя бочечка весит два с половиной два восемьсот по моему если я не ошибаюсь для этого я взяла пять трубочек чтобы у меня одна была в центре и четыре по бокам чтобы укрепить свои трубочки на всякий случай и их не перекосило ничего я их буду укреплять стержнями это у меня обычные деревянные шпажки которые для шашлыков используются вот и я их буду вставлять внутрь своей трубочки для того чтобы оно у меня все держалось внутри трубочки мне нужно будет использовать айсинг обычный белок с сахарной пудрой довольно густой чтобы не сильно жидкий и не вытекал никуда вот я беру засовываю кончик пакета своего в трубочку нажимаю и выдавлю так ну по ощущениям как я чувствую из пол трубочки наверное придерживая низ пальцем чтобы не выбегало ничего вставляю палочку которая у нас потом уже не выпадет вот так что так что теперь все будет крепко держаться когда вы будете доставать свои опоры поддержки с тортика когда снимется второй ярус наши палочки не выпадают отдельно никуда никому в еду не попадут то есть они в принципе не контактируют у вас с едой они у вас внутри трубочки а трубочки эти как бы съедобные ой съедобные господи ну пищевые что их можно использовать в пищевом производстве трубочку одну вставляю в центре и вставляю я по углам предварительно я знаю ширину подложки которая у меня будет верхняя чтобы эти палочки у меня где-то на сантиметр точно в моем случае отходили от подложки то есть ближе к центру они были где-то на сантиметр то есть еще где-то на сантиметр шире у меня будет мой второй слой вы сейчас увидите вот он перекроет у меня все эти палочки даже дальше не зайдет чтобы они тоже были как опора и нигде там ничего не прогибалось так вот так вот у меня будет вперед ко мне теперь чтобы у меня не разъехались мои коржи тортики слой от слоя чтобы они лучше держались кучки я туда насаживаю немножко королевского айсинга можно делать на белый шоколад на белый шоколад не совсем люблю торты холодные я пока нанесла шоколад он у меня уже застывает пока я ставлю второй слой поэтому я это делать не люблю и еще вот сейчас я поставила свой тортик прокручиваю и смотрю что я его поставила чуть-чуть ближе назад чем вперед и мне вот его нужно аккуратненько я поддеваю под подложку снимаю и переставляю с белым шоколадом у меня такое уже не вышло он бы уже пристал и все поэтому люблю работать именно с айсингом именно в этом деле так в общем в общем здесь у меня тортик уже стоит уже все хорошо друг дружки держится вот он у меня уже никуда не шатается можно приступить к следующему этапу вот что у меня получилось следующий этап это вот у меня буду накладывать красную икру еще раз повторюсь я в предыдущем видео показывала как делается эта красная икра из мастики маршмеловой я вылепила вот такую вот ложечку больше похоже на китайскую вот но она как черпачок так очень симпатично смотрится на тортике уже не первый раз так делала поэтому решила так беру капельки айсинга под низ чтобы эта ложка у меня никуда не уезжала и цепляю на шоколад решила вначале выкладывать свою икру просто на шоколад но у меня бортики очень низенькие что могут скатываться мои икринки учитывая то что нам предстоит долгий путь ехать и плюс то что у меня сверху как бы шоколад черный и эта икра как бы не играет на свету поэтому я решила попробовать как будет смотреться если я белый цвет под низ возьму я решила взять именно айсинг попробовала что смотрю что у меня так икра больше переливается и так ее четче видно и решила сделать так полностью со всем тортиком то есть посадить на айсинг если у вас уже жарко и конденсат выделяется с тортика лучше делайте на белый шоколад потому что у меня выделился конденсат и этот айсинг он не застыл а он начал чуть-чуть подтаивать вот оно как бы было не совсем заметно но все же так что лучше отсадите на белый шоколад и вот такой вот у меня красивая получился икро набор икры и так чтобы всю жизнь была постаралась чтобы было все понятно и как быстро и как все вот у кого остались вопросы задавайте внизу ставьте пальчики вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока